МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Именно для доноров, тех, кто приходит на помощь другим. Да, Национальный день донора – это праздник, во-первых, людей, которые сдают кровь, помогают людям, и был он учрежден Государственной Думой в 2007 году, а в основу его легло знаменательное событие. 20 апреля 1832 года Санкт-Петербургский акушер-гинеколог Андрей Мартынович Вольф перелил кровь женщине, которая нуждалась после родов в переливании, то есть она погибала от кровотечения, и он перелил ей кровь мужа ее. Причем я хочу подчеркнуть, что в то время группы крови еще не были установлены. И женщина была спасена, и она, и ребенок остались живы. И в результате, вот, в честь этого события и был установлен Национальный день донора. Ну, совпали группы крови, если она была спасена, значит, все удачно. Да, то есть повезло. А когда были открыты те самые группы крови? А вот есть, существует еще один праздник, это Всемирный день донора, который отмечается 14 июня. Каждый год он установлен Всемирной организацией здравоохранения, и он установлен в честь открытия группы крови Карла Ланштейнера, который получил за это открытие Нобелевскую премию. Достойное открытие. Кто и с какого возраста может быть донором? Донором может быть здоровый человек, которому исполнилось 18 лет, у которого вес не меньше 50 килограмм, здоровый, который не имеет каких-то патологий, и который хочет и имеет желание помогать людям. Верхняя граница, она рекомендована, конечно, но в любом случае, если человек выражает желание, и у него нет противопоказаний, мы можем у него тоже взять кровь. Но тем не менее, каждого человека, который вот в этот день приходит сдавать кровь, внимательно проверяет доктор на состояние здоровья. Да, конечно. Люди, когда к нам обращаются на станцию, во-первых, они заполняют согласие, заполняют анкету о своем состоянии здоровья, который потом врач смотрит. Врач-трансфузиолог осматривает их и определяет показания или противопоказания для кроводачи. Кроме этого, мы проводим предварительное обследование в лаборатории. Там определяется группа крови, определяется гемоглобин, определяются некоторые другие вещи. И если все нормально, то такой человек допускается до кроводачи. И он идет в буфет, пьет чай, кушает печенье, потом поднимается в дональдский зал, сдает кровь 450 мл, спускается вниз, получает справку, по которой он может получить два дня отдыха. И потом обращается в кассу, где ему выплачивают компенсацию на питание, которая составляет 5% от прожиточного минимума. Это 806 рублей на сегодняшний момент. Ну, хорошее питание, это хороший обед. Можно целый день питаться даже в недешевой столовой. Достаточно крови, достаточно доноров в нашем Тверском регионе? Ну, у нас ежегодно сдают кровь порядка 7,5 тысяч человек. Значит, это где-то порядка 8 тысяч литров крови люди сдают. Причем из них где-то 25-30% это люди, которые впервые сдают кровь, то есть первый раз в жизни. И мы проводим с ними работу, чтобы они в дальнейшем становились активными, постоянными донорами, тем самым обновляя донорский контингент. Но они включаются в базу, каждый донор у вас в базе. Да, у нас есть автоматизированная информационная система трансфузиологии, называется сокращенно АИСТ. Это региональный сегмент российской базы донорства, в которой есть сведения о всех донорах, которые сдавали кровь когда-то, или сейчас, или раньше. И, в общем-то, там, причем из этой системы, значит, донор может получить информацию, зайдя на сайт «Я донор» и по идентификационному номеру донации, а мы каждому донацией, представляется, ID, получить информацию о том, сколько он сдал, значит, какие у него анализы и так далее и тому подобное. То есть это все, как бы, очень открыто и удобно для доноров. Если существует база, то у нас существует такой почетный донор, да? Существует такое звание? Существует, да, да, да. У нас в Твери, в Тверской области они есть? Конечно, есть. У нас, ну, во-первых, звание почетный донор Российской Федерации, это как бы преемник почетного звания донора СССР. У нас есть почетный донор СССР. Я вот в прошлом году в марте месяце поздравлял с 95-летием донора, который является почетным донором Советского Союза. И женщина, она себя очень хорошо чувствовала и еще ухаживает за цветами возле своего дома. Слушайте, это показатель, это жизненный пример. Кстати, вы говорили, что доноры и живут подольше по статистике. Да, доноры живут на 5 лет больше, потому что ведут они, во-первых, постоянные доноры, потому что они ведут здоровый образ жизни, потому что их вот эта донорская акция заставляет вести здоровый образ жизни. Они правильно питаются, они не злоупотребляют алкоголем и никотином. Они ведут правильный образ жизни в отношении гигиены, труда, отдыха и так далее. И, конечно, это дает свои результаты. И немаловажный фактор и то, что кроводача вот этих 450 миллилитров, которые сдают крови, это физиологическая потеря. Вот, кто бы хотел спросить, насколько безопасна. Да, она возмещается в течение 60 дней. И в кровяное русло выходят молодые, здоровые клетки, которые стимулируют работу органов, системы. И, в общем-то, это приносит свой положительный результат. Несколько слов о так называемом... Я хочу сказать, что почетных доноров у нас на сегодняшний день 4780 человек. И, может быть, среди них и долгожители наверняка, как вы говорили, 95 лет, и человек еще в здравом рассудке. Это очень ценно в наши дни. Корпоративное донорство, что это такое? Такое понятие существует. И с кем работаете? Корпоративное донорство – это когда на предприятии понимают необходимость проведения вот этих вот акций донорских, участие в этих акциях, положительно к этому относятся. И, в общем-то, стараются привлекать своих работников к донорским акциям. Мы работаем со многими учреждениями и предприятиями в Твери и в Тверской области. Но по праву, наверное, огромную роль здесь играют силовые ведомства. Это Росгвардия, это служба судебных приставов, это МЧС, это налоговая полиция. Но кроме этого у нас и гражданские организации. Это Центральный банк, отделение Центрального банка по Тверской области, Сбербанк, Банк Открытия, Тверской вагоностроительный завод, КСК и много-многие другие. То есть мы стараемся проводить такую политику, чтобы администрация четко понимала, что донорство не несет как бы убыток коммерческому предприятию, потому что нужно давать человеку нет на работу. Наоборот, люди здоровые приносят больше пользы и выгоды коммерческому предприятию, когда они работают у него. И вот доноры, они же здоровые люди, они выполняют, наверное, работу качественно, и не болеют, и меньше болеют. И поэтому это очень дело хорошее, с одной стороны, выгодное, а с другой стороны, очень благородное. Куда можно обращаться? У вас есть передвижные комплексы, но существует областная станция переливания крови. Адрес и какое время принимаете, как работаете? Станция переливания крови у нас располагается на улице Тамары Ильиной, дом 20. Донорский день у нас с понедельника по пятницу с 8.45 до 11.45. Дальше мы занимаемся переработкой крови и выдачей ее в медицинские организации. У нас есть сайт, его реквизиты TOSPK.RF, это российский сегмент интернета. И кроме этого у нас есть страничка ВКонтакте, прям так называется, станция переливания крови Тверская. Там очень много интересной информации, не только о нашей станции, но и о других вещах. Поэтому не сочтите за труд, зайдите, посмотрите, может быть, вас это подвигнет к донорству. И вы присоедините к семье доноров Тверской области. И в заключении нашей программы, еще раз скажем, ведь крови много не бывает. Крови много не бывает. У нас растет использование крови как эритроцитно-содержащих компонентов, так и тромбоцитов, тромбоцитного концентрата. Потому что в некоторых случаях без них просто не обойтись. Для того, чтобы как-то помочь человеку или спасти жизнь. Особенно это ситуации, которые связаны с травмами, с акушерскими вещами. С заболеваниями онкогематологии. Поэтому кровь всегда нужна. И мы стараемся поддерживать наш банк крови на достаточно хорошем уровне. Но тем не менее, когда у нас возникают проблемы с той или иной группой, которая может быть редкой или которая сейчас особенно востребована, мы тогда привлекаем наших постоянных доноров, которые никогда нам не отказывают. И даже в выходные дни и в праздничные дни приходят. И, в общем-то, помогают людям. Спасибо вам огромное за вашу работу. Спасибо всем, кто помогает, принимает участие в судьбе других людей. Каждому донору. Да, наверное, отдельное спасибо. Уважаемые друзья. Спасибо. Сегодня у меня в гостях был Евгений Беляев, главный врач областной станции переливания крови. Будьте здоровы. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова